Андрей Козлов Вот этот мой дом, где я жил, здесь прошло мое детство. Здесь мы выходили в отбор, собирались с ребятами и играли. Ходили в лес, рубили дрова на ворота, притаскали всем вором, ставили здесь. И здесь одна вот железка, одна шланга сохранилась. Сейчас уже тут никто не играет, походу. Лазили там по заброшенным домам, по всяким огородам, собирали какой-то металлом, чтобы сдать его и купить мячи. Бывали случаи даже, когда если кеды рвались, приходилось зашивать там. У меня детство было трудно, в семье с финансами было не очень, рано приходилось работать. Ну мы в детстве вообще работали, вот август, когда-то начинается, арбузики приезжают с Астрахани. Мы вообще спокойненько ходили там, разгружали, 100-200 рублей заработать. Перед 1 сентября, чтобы цветы там купить, это вообще нормально. Хотя цветы все равно на дачах тырили. Никогда не покупали. В школу пришел тренер, собрал нас, как бы команду, там у нас была заброшенная фабрика. И сначала тренировались просто на обычной земле, ничего не было, даже там без ворот, без всего. Параллельно я занимался еще легкой атлетикой. Я там на России выступал, бегал, там четыре сборья, длинные дистанции. Здравствуйте, Алексей Сергеевич. Пришлось чуть-чуть поговорить, чтобы он в футболе остался. И я все равно сделал выбор в пользу футбола, начал заниматься более так. Я был очень молодой. На тот момент это просто можно рассказать о человеческих качествах. Мы с парнем выбегаем вдвоем на ворота, на пустые. И получается так, что мяч между нами. Я хочу ударить, и он. И он бьет поворотом, просто там с трех метров, и не попадает. Всем показалось, что я ударил. Заходим в раздевалку, и все на меня просто кричат, типа, как ты Андрюх не забил. Я на них смотрю просто, ну думаю, ладно, ладно, говорите. И смотрю реакцию того парня, который, ну, я-то знаю, что он пробил. Он мне говорит, Андрюх, ну как ты не забил. Я на него смотрю и просто думаю, ты че, блин. Вообще, что линдеец. Думаю, промолчу. Пусть на его совести будет это все. Тогда вот тот момент был такой, знаешь, я подумал, даже в следующей команде побудут такие же люди, которые могут тебя вот в такой момент просто перекинуть в себя всю ответственность. Ну и тогда я думал, блин, стоит ли этого, или может быть, это сразу закончить. Мама никогда не приветствовала мое занятие футболом, потому что она считала, что в футбол невозможно попасть без связей. А так как у нас никаких связей не было, она говорила, что это бессмысленно, занятие спортом, лучше учиться, учиться, учиться. И она как бы никогда не проявляла к этому особо вот такого, ну только я сам. Именно мое желание как бы привело меня туда, где сейчас я играю. Моя первая зарплата была 8700. Спокойненько я зарабатывал в Ельце, и первый месяц я собрал все деньги и отдал всю сумму маме. Она говорила, что нельзя футболом зарабатывать, чтобы доказать, что можно. Все, можно зарабатывать и играть, и получать удовольствие от футбола. Все возможно. Были такие моменты, когда подводил команду, не забивал там стопроцентные моменты. После этих игр были тяжелые ночи, когда тяжело было заснуть. В этом году был матч с Сибирью, когда я на 92-й минуте вышел 1-1 и растерялся, не знал, что делать. Но самое тяжелое, это когда идешь бить пенальти. С Кубани я шел. Мы 1-0 проигрывали, и на 90-й минуте пошел бить пенальти. Сыграли 1-1, взяли там важное очко. Так что такие моменты, они психологически самые такие тяжелые. В Новокузнецке я играл, и в один прекрасный день там просто пошел черный снег. Что-то они там добывают уголь. И просто я смотрю в окно, а там просто черный снег идет. И я просто думаю, все. Ребята, это конец. Там экологии, мне кажется, просто нет. Хорошо, что я там был мало времени. Моя поддержка там, это, конечно же, жена, она там перед каждым матчем пишет мне какие-то напутствующие сообщения. Сколько я мячей забил, и забей еще там такой-то, такой-то мяч. За 10 лет карьеры я объездил всю страну. И знаете что? Играть в футбол в любом городе России – это не страшно. Да, иногда это убитые или искусственные поля. Тишина после твоего гола. 12-часовые перелеты. И вечерние прогулки по Новокузнецку. Страшно? Только если вечерние прогулки по Новокузнецку. А в остальном – не страшно. Зато я отлично знаю, что действительно страшно. Страшно не играть в футбол. Субтитры создавал DimaTorzok